МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайное всегда становится явным. Это секретные материалы. И мы начинаем. Полиция с норовом. Смогут ли полицейские выкрутиться из провокации секретных материалов? Ворона у нас. Слепая ворона. Попробуем в зоопарк. Роман с камнем. Секретные материалы выяснили, откуда у заместителя прокурора Киевской области корнийца 65 бриллиантов. Корнеец целью динамика. Потому что он стал мультимиллионером, что на посаде начальника в виде прокуратуры не с такими. Продажные партии. Сколько стоит слава Украины и воля к победе? Скажите, мы тут посоветовались, готовы купить партию слава Украине, но только за 10 тысяч долларов. Из Винни-Пухов в депутаты. Секретные материалы продолжают разбираться в детских комплексах политиков. Хотел работать в пельменной. Дырка в границе. Секретные материалы наладили сбыт сигарет в Румынию, прямо под носом пограничников. Там можно куда-то, а там ножи злобились. Портовые слухи. Как провозят контрабанду через морские ворота в Одессе. Единственная дружба организаторов схемы пограничников позволяет не замечать груженные баржи. А местные фискалы не могут контролировать даже арестованные суда. Не говоря уже о тех, кто регулярно выходит в море. Бензин, который убивает. На каких заправках ну точно не стоит заправлять свое авто. Они работают по единым схемам. Если они работают по единым схемам, фактически они между собой разделили это нелегальный рынок. Пылающие дитя Ставицкого. Кто из депутатов и прокуроров крышует нефтяной бизнес беглого министра Януковича? Я уверен, что на сегодня, особенно в этом году, нелегальное производство станет крупнейшим источником поставок бензина на рынок Украины. Любовь к России у моря. Как выживают без курортников приморские поселки, позавидовавшие Крыму? Здесь торговали. Вот, открыто издевались сюда. Вот это заведение было. Все, что нас заказали, пиццу там, что-то. А сейчас мертвые все. Копы в тренде. Интернет переполнен фотографиями киевлян с новыми патрульными полицейскими. Ими восторгаются. Им дарят конфеты и бесспорно с ними связывают большие надежды. Но готовы ли украинские супермьяны в форме к нестандартным жизненным ситуациям? Например, спасти птичку. Проверяем вместе с секретными материалами. Селфи с копом – модный тренд этой недели. Киевляне внимательно следят за первыми успехами и первыми ляпами новых защитников. Они на службе всего лишь неделю, но успели и в ДТП попасть. И змею в парке обезвредить. Но как новые полицейские поведут себя в ситуации, не прописанной уставом? Слепую ворону волонтеры подобрали на улице. Она практически ничего не видит. Она только с близкого расстояния, слепая, но она спокойно находит еду, бегает, активная, склонна к побегу для полицейских. Сейчас ее зовут Карлуша, и она готова участвовать в нашем эксперименте. Карлуша волнуется, волнуюсь и я, потому что сейчас мы поедем проверить, насколько готовы новые украинские полицейские к нестандартным жизненным ситуациям. Отправляемся на поиски патруля. На старт, внимание, марш! Наша легенда такова. Машиной сбили старую слепую ворону, и деть ее нам некуда. Просто не знаю, куда деть ее. Кажется, патрульная задача. Она просто бросается, и она слепая, она в шоке. И врачи говорят, ну мы типа не можем оставить. Но мне ее тоже как бы некуда деть. К разговору подключается напарник. Ворона у нас. Били ворону, слепая ворона. Слепая. Были у этого. Попробуем в зоопарк, да. Полицейские предлагают отвезти нас, и теперь мы вчетвером едем в зоопарк. Ну а если сейчас взрыв какой-то, вы нас что, с вороной высадите, что ли? Не, мы уже на задании. А вот и зоопарк. Но, похоже, тут нас не очень рады видеть. Соглашаются осмотреть ворону, но оставить не обещают. Он, наверное, просто молодой и глупый. Вот и что она слева. Он зрячий, он упитанный, он нигде никаких повреждений на нем. Но они точно не хотят оставить? Не, они разносят инфекцию. И говорит, старые вороны, его просто здесь за это, за... Здесь нельзя. Патрульный Артур признается, сам очень переживает за ворону. К самым животным отношусь очень пихильно. У меня голуби, это возле департамента нашего. Ну, хлеб остается после смены, кушаем. Я покорблю их, приезжаю. Беспилотники их называют. Похоже, наш стресс-тест патрульные прошли. Время открывать карты. Признаемся, мы испытывали патрульных. Честно говоря, я удивлена. С такой просьбой мы остановили вас среди дороги, обратились. Вы не растерялись, вы поехали нас спасать. Надо реагировать по-человечески, а не... Надо же все ситуации так входить. Экипаж 10-09. Лучшие спасатели ворон в Киеве. Артур, Богдан, герои нашего времени. Наши супермены, спасибо большое. Ворону забираю. Все, спасибо. Скандал в Генеральной прокуратуре с участием одного из грузинских реформаторов Сакварелидзе всю неделю оставался в центре внимания. Но пока в социальных сетях гадали, кто право, кто виноват, секретные материалы нашли настоящее сокровище. И если помните, то у замглавы Киевской прокуратуры Александра Корнеца изъяли аж 65 бриллиантов. И мы, кажется, знаем, чьи это камешки. Сенсационные подробности из жизни бриллиантового прокурора. Смотрим. Деньги, оружие и 65 бриллиантов. Это не запасы криминального авторитета, а всего лишь скромное кабинетное сбережение зампрокурора Киевской области Александра Корнеца. Корнеец целью виноведома. Потому что он стал мультимиллионером, еще на посаде начальника в виде дела прокуратуры не с такими. Мультимиллионера в погонах обыскали по указанию замгенпрокурора Давида Сакварелидзе. Найденное вызвало бурю возмущения. Прокуроров тут же обвинили во взяточнистве. В прокуратуре, в суде, в СБУ он будет наказан, если будут выявлены такие коррупционные правонарушения. Однако секретные материалы выяснили, что бриллианты Корнеца, скорее всего, не взятка, а даже хуже. Они краденые. Я подозрю, что диаманты, которые в этой справе, они вкрадены с криминальной справой. Неужели зампрокурора Киевской области украл вещественное доказательство? Народный депутат Вячеслав Константиновский не отрицает, что дал наводку на обыск прокуроров. Источник я. Когда были обыски в прокуратуре, в кабинетах, то эти прокуроры, которые тоже еще не поняли, что произошло, они открыто говорили, ну, передайте привет Константиновскому. То есть они открыто считали, что это, в общем-то, моя работа. Ну, я, кстати, этим очень горжусь и жду их гостей, если они захотят, пока и приезжают. Допускает, что, возможно, бриллианты были похищены. У этих ребят все возможно. Конечно, возможно. Но это надо подождаться экспертизы. По утверждению Игоря Масейчука, эти бриллианты могли быть вещдоками в деле белоцерковской фирмы Амберама, которая занималась незаконной огранкой драгоценностей. Именно у этой фирмы в 2014 году фискальной службой было изъято 65 бриллиантов. Через некоторое время Александр Корнеец взял бриллиантовое дело в свои руки. За завданням керівника слідства, зампрокурора Київской області, була справа передана сподатковою в міліцію Київской області. После того, как дело и вещдоки были направлены в следственное управление Київской області, бриллианты из дела испарились. И уже восьмий месяц не відбувається абсолютно ніяких слідчих дій, невідомо, де діаманты. Доступ к вещдокам і 100 тисяч доларів із здання, котре знаходиться в центре города, під охраною, і де ведеться видеонаблюдення. Вместо этого всей фемилиції оказався пісок. От преступності, котре, к сожалению, в наших системах существує, і с ней надо бороться, до простейшей корупції, то есть, ну, просто повзаимствувати у кого? Граб, награбленная. І до простой халатності, це імеє місто. Але очевидно, що потерять 100 тисяч доларів 2010-го года, а також квартиру і загородну недвижимость, которую тщательно скрыває. Неужели зампрокурора може позволити себе все це на одну лишь зарплату? Як утверждає адвокат Корнийца, да. При обыскі у нього були найдені, в семьі були найдені сбереження порядка там 4-х или 5-ти тысяч евро, плюс 400-600 долларов, которые були подарені сыну друзіями на день рождения, который був 2-го іюля. Других нет средств. А бриллианты, оказывается, вовсе не бриллианты. В действительности, це совершенно не бриллианты. Це небольші, ну, нельзя сказати, що це пылинки от алмазів или бриллиантов. Можливо, це немножко більше. Некоторі части, це циркони, іні, полудрагоценні, там, чи редкоземельні, можливо, металли. І путаюся в фамилии своєго подзащитного, утверждає следующее. Обща стоимость, господин Корониєнко їх оценивав три роки тому, ну, по-каждому же отдельно был упакован, специалістом осмотрен, вони стоили три роки тому от 120-ти до 400 гривень питання. Пускай мучаються, страдають, но це їх задача доказати свою невиновність перед общественностю. Докажіть, що це не має причинної зв'язи, тоді пускай розкажуть, де він їх приобрел. Являється ли це совпаденням, чи господин Корониєц решил присвоити вещдокі себе на черний день, буде решено в суде. Секретні матеріали будуть следити за тем, як буде развиватися дело бриллиантового зампрокурора Київської області. І у кого в сейфі в следующий раз окажуться найдені у нього драгоценності. Налетай! Подешевело! Накануне выборов в местный совет в Украине выставлены на продажу целые партии. На любой вкус і цвет. І на любой размер кошелька. Покупка бывает от целой партии до какого-то там области, например. Ну, типа франшиза. І она раніше стоила, напрям, там, 30 тисяч доларів, зараз там, 3 тисячі доларів. Як наш корреспондент покупал партию з патриотичним названням «Слава Україні!»? І хто із политиків готов продати своїх избирателів за три копійки? Смотрите только в секретних матеріалах. Во вторник в Верховній Раді обещають рассмотреть законопроект о містних выборах. Уже год в стране, изгнавши Януковича, не могут определиться, по какой схеме избирать мэров городов і депутатів містних советів. Причина – лідери політсил бояться показати личика своїх депутатів і зробити списки відкритими. Як в Раді пытаються спрятати містні конці в воду, потенціальні кандидати в регіонах вже присматриваються к партиям. І даже готовяться їх покупать. Партийні ячейки на містах выкупаються какими-то случайними людьми. Ну, с точки зрения партийной идеології. Часто это могут быть не только бизнесмены или местные политики. Не раз мне говорили о том, что какая-то партийна ячейка выкуплена бандитами. Политическая партия такой же товар, как тетушки на митинге. Прикормленные политэксперты і бабушки возле подъезда в расхваливающее не за спасибо определенных кандидатов. Я очень люблю киевских бабушек и дедушек. Сколько же стоит партия? На каком рынке? И у какого продавца ее можно купить, чтобы не обвесили? Сам процесс покупки партии, вот если она такая живая, там есть люди, то это сложный процесс, он несколькоэтапный. Там есть этапы, там конференция, там заводятся свои люди, на съезд, оно принимается решение, то есть таким образом она продается. Накануне осенних выборов корреспондент секретных материалов задался целью приобрести политическую партию. Да не простую, а патриотическую. Слава Украине! Героям слава! В интернете десятки объявлений о продаже политических партий. Заходим на сайт юридической компании и сразу в яблочко. Как по спецзаказу в политическом бутике Украины выставлена на продажу партия Слава Украине! Договариваюсь о встрече и на следующий день иду узнавать, что почем. Главный юрист международной компании сразу пытается понять, какой суммой я располагаю. У нас есть за 200 тысяч партия. За 200 тысяч? Долларом, понятная вера. Ну... Ну, это я вам, чтобы понимать, что вам предназначено. А весь прейскурант выглядит следующим образом. Партия, зарегистрированная в 2014-2015 годах, от 20 тысяч условных единиц. Партия с региональными масштабами от 50 тысяч уе. Партия с хорошей историей, людьми на местах и узнаваемостью от 100 тысяч условных единиц. А вот есть такие партии, которые, допустим, с людьми уже? Вот, они дороже? От 60 до 150 тысяч уе. И это уже, да, ну, действующие штабы, и все есть, да? Да, действующие штабы. Из дешевых политсил в наличии была партия «Слава Украине» и «Парамога». «Славу» и «Победу» готовы продать по 400 тысяч гривен. За каждую. А «Слава Украине» сколько стоит? 20. Тоже 20? 20. «Слава Украине» 20. 2015 год в принципе регистрация. Есть у нас еще такая, как «Селоеденностью». Партия «Всеукраинская объединена и «Селоеденностью». Кстати, нет у нее одной областной организации. 2015 год 26.03. 2015 ее цена 27. Впрочем, новые партии обеспеченные кандидаты покупают редко. Чаще берут в аренду бренд известной политической силы, чтобы под ее знаменами и с помощью ее агитаторов и наблюдателей попасть во власть. Покупка бывает от целой партии до какого-то там области, например. Ну, типа франшиза. Она раньше стоила, например, там 30 тысяч долларов, сейчас там 3000 долларов. Ты областную там ну, партию покупаешь в области и там делаешь, что хочешь. Поговаривают, в регионах продают свой бренд и Народный фронт, и блок Петра Порошенко, и удар, и самопомощь. В нынешней ситуации продается все. В принципе, если сильно хотеть, то можно купить даже партию регионов. Вопрос только в целесообразности покупки и цене вопроса. Можно купить партию регионов? Сами документы, насколько я знаю, находятся, лежат у Бориса Колесникова в сейфе. Действительность партии приостановлена. В завершении эксперимента звоню уже знакомому юристу и выставляю свои условия. Готов купить партию прямо сейчас, но со скидкой. Скажите, ну, мы тут посоветовались, вот готовы купить партию «Слава Украине», но только за 10 тысяч долларов. Денег хоть завтра. Вот такой нынче политический рынок в Украине. Патриоты в цене. Не зря же говорят, что все проблемы взрослых из детства. А что делают плохие дети? Правильно, врут. Не знаю, это совпадение или закономерность, но все народные избранники кажутся в детстве были плохими детьми. Наши депутаты все как один утверждают, что отреклись от своей детской мечты, чтобы посвятить себя служению народу. Хотел работать в пельменной, но вот пришлось идти в депутаты. Согласитесь, от детства отказался, а от маска все равно детская. Чего на самом деле хотели нынешние депутаты, когда были детьми? Смотрите далее в секретных материалах. Какими в детстве были те, в чьих руках судьба государства? Мамина единственные концертные красивые туфли, лакированные. Я зубами погрызла эти все каблуки. И счастливы ли сейчас наши народные избранники? В стане постоянного счастья перебывают только идиоты. Кем вы мечтали стать в детстве? Когда было 6 роков водителем автобуса. Было быстро, быстро, быстро. А кто был вашим кумиром? Белка из Ice Age. Кто-то в политику попал, просто не определившись со своей мечтой. Я хотел сначала быть воинственным, быть не хотел. Политиком тоже, не инженером, который был по свете, тоже не хотел быть. Я когда-то машинистом тепловоза хотел быть. Ну, погоди, Бог. Хотели быть таким? Я хотел, чтобы мне было так весело. Ну, погоди, еще не вечер. А кто-то пошел в депутаты, потому что просто не сбылась детская мечта. Хотел работать в пельменной, но вот пришлось идти в депутаты. Моя детская мрия не здействовалась. О чем же мечтал нардеп? Чтобы Украина отбылась как государство. Всякие взрослые позавидуют такой детской мечте. А кто был кумиром? Враховывается, что я на сегодняшний день скинул вагу, я не подобный. А когда я вважил примерно 130 кг, мне выдаётся, что я на него был подобный. А это Михаил Попиев. Он проходит по уголовному делу. Обвиняется в принуждении избирателей голосовать за определенного кандидата. Кем мечтал стать в детстве нардеп, мы узнавали несколько раз. В своих показаниях Попиев явно путается. По слухам, родители Попиева из советской номенклатуры. Своего сына с детства баловали. К примеру, родители сумели откупить сына от армии. Службу он проходил сборщиком полупроводниковых приборов конструкторского бюро при своём же университете. Впрочем, депутат и сам не сидел спустя рукава. Ради своей мечты он сделал даже Украину. Я сделал сам Украину. Что? Очень хотел велосипед. Ого! А кто-то из депутатов свои мечты хорошо помнит. Более того, до сих пор очень стремится их воплотить в реальность. В детстве я мечтал быть строителем, лётчиком-истребителем, а потом президентом. Для начала депутат, который мечтал стать президентом, вступил в президентский блок. А на днях Каплин даже обзавёлся собственной партией простых людей. Давайте его вседазум привитаем. Теперь он работает над имиджем целеустремлённого и смелого лидера партии. Да ничего, как и сейчас. Иногда один плюс один. Особые чувства к журналистам один плюс один испытывает и нардепа Паблока Александр Вилкул. Вы хотите, чтобы я привет передал? Один вопрос о любом и тяжном персонажем. Ну, очень нравятся каникулы в простоклашенном. Нардеп Вилкул человек целеустремлённый. В детстве мечтал стать горным инженером и мы стал. Ведь только такие умеют делать целое состояние из воздуха. Недавно выяснилось, что Вилкул представил государству изобретение, которое поможет целой стране экономить на электроэнергии. Изобретение вышло бесполезным. Но в карманы Вилкула уже упал 71 миллион бюджетных денег за разработку. Извините, пожалуйста. Как правильно подметил соратник Вилкула глава игрушечного правительства. Предлагаем самый эффективный механизм с коррупцией. Механизм с коррупцией. Годинник показывает. Но все за 30 тысяч долларов в годы. Послушав нынешних депутатов, понимаешь, как все-таки важно, чтобы детские мечты сбывались. Секретные материалы постарались, чтобы политики вспомнили о том, какими были в детстве, о чем мечтали и что ценили. Может, именно это вернет их к реальности. Они обещали нам реформы, а сами просто хотели сесть на потоки. Большую контрабанду Украине монополизировали те, кто как раз и должен с ней бороться. Западная граница Украины превратилась в настоящий решетон. Именно здесь делаются миллионы на контрабанде сигарет. Секретные материалы отправились в Черновецкую область, поселок Шепот на границе с Румынией и выяснили, почему граница не охраняется. И как местные пограницы строят дворцы на пачках сигарет. Это небольшой живописный пограничный поселок Шепот на Буковине. Именно здесь вдоль деревни проходит граница с Румынией. Из-за соседства с Европой это направление границы считается одним из самых образцово показательных и защищенных. Здесь кругом сооружены фортификационные сооружения, а горная местность и без того усложняет нелегкую работу контрабандистов. Но это только на первый взгляд. Это одно из основных направлений в которой осуществляется подвоз сигарет уже в непосредственной близости к линии границ. Это будет разводное следство в зависимости от времени года, предвещанной прохитности, а уже с дыновых пунктов в населенные пункты, как правило, вблизи линии границы. Может как мелкими парнями перемещаться, используя в том числе насекщиков ручной флаг вносит. На самом деле здесь самый большой поток контрабанды. За один месяц здесь проводят одних только сигарет на полмиллиона гривен. Мы едем в Шепот. Шепот называют деревней контрабандистов, так как практически все местное население занимается контрабандой. Работа у них такая, причем хорошо оплачиваемая. Попасть сюда можно только проехав горный серпантин и пройти осмотр через два пункта пропуска. Чтобы на собственные глаза увидеть, как охраняется граница и возможно ли провести контрабанду, мы берем с собой в машину 50-ти килограммовую коробку. Именно в таких коробках и перевозят сигареты. под видом обычных туристов заезжаем в приграничную деревеньку. У нас спрашивают паспорта, но машину не осматривают. В этой местности граница проходит по речке. Дальше начинается колючая стена, которая только на первый взгляд усложняет пересечение границы. Чтобы убедиться на собственные глаза, как охраняется граница, съемочная группа оставляет свой транспорт и с огромной коробкой в руках идет прямо вдоль границы. С муляжной контрабандой мы проходим 5 километров, но за все это время не встречаем ни одного пограничника. Наслаждаясь карпатскими пейзажами, мы параллельно ищем дырки. Места, где перебрасывают контрабанду. Спустя пару часов мы наталкиваемся на типичную дырку в границе. Здесь хорошо видна выкатанная колея для проезда машин и свеженамотанная колючая проволока. без всяких трудностей мы перебрасываем свой муляжный контрабас и сами попадаем на территорию Румынии. 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 Именно в таких сложно доступных местностях контрабандисты прячут тайники с сигаретами. А когда получают сигнал, тут же перебрасывают товар на Румынию. Но провернуть такую операцию можно еще проще. За пару дней, что мы провели здесь, мы отыскали маршрут, по которому можно заехать в поселок, вовсе объехав КПП. Эта дорога проходит непосредственно по хребту горы. А вот слева находится пункт пропуска. В этом направлении находится зеленый пункт Шепет, далее зеленый пункт Селятин и где-то до километра находится этот пост где несут службу пограничника. Мы его сейчас оближаем при необходимости слева используя обездную дорогу. Но такими маршрутами здесь пользуются очень редко, так как вся существующая контрабанда перенаправляется с помощью самих же пограничников. Связи организаторов контрабанды сигарет с пограничниками такие крепкие, что без ведома погранцов невозможно переправить ни один товар. За это контрабандисты вынуждены отдавать 100 евро с каждого ящика сигарет. Взамен пограничники ведут переговоры с румынской стороной. Как правило разрешение на работу пристраиваться к стороне румынской. То есть проблема как бы украинской стороны на сегодняшний день ее нет, не существует. Проблема только в одном, это румынская сторона. Если таких договоренностей нет, то румыны тут же отлавливают у своей территории контрабандный товар. Из-за того, что контрабанда проходит исключительно через руки пограничников, они не выполняют задачу проверки документов и осмотра транспортных средств на КПП. За два с половиной часа пограничники не призвали ни одного осмотра машины, будь то легковой или грузовой транспорт. Мы закрываем ему лицо и изменяем голос. Этот пограничник работает на этом участке границы и знает, какие объемы нелегального товара здесь проходят. В среднем один ящик таких же сигарет контрабандисты покупают за 200 долларов, а продают румынской стороне за 300-350 евро. Через западную границу, рассказывает по границ, проходят не только сигареты. Он заезжает машины, шли наркотики, шла зброя, шел уран. На шибенах? Да, шел уран. Это же просит у них уже в Семире. Уран? Куда шел? Туда или куда? Назад. До нас. До нас? До нас. Уран? Шахты там. Там где? Машины. Воздухом. Типа, что они пропадают. Воздухом? Это что такое понятие? Без Румынии. Всегда она пропадает. Это джей по каким-то стадиям? Ну, лучше не будет. Она не на коммуне. Так, кто заезжает, то есть, ты заезжаешь, лежаешь, тебе река, чтобы переехать. С начала года жалуются пограниц киевские и львовские власти, перекрывают им воздух, требуя огромные откаты. А пограничникам остаются только остатки с праздничного стола. Отстегивать пеню никто на греху и еб** это ничего не еб** в чем уроду пропускают. Эти мутные схемы существуют уже много лет и не исчезли даже спустя полтора года после революции. Не помогла ни смена руководства, ни объявленная иллюстрация. Следующая горячая точка контрабанды по-украински Одесса. Если через европейскую границу контрабанда утекает в Европу, то через жемчужиного моря волнами заливает Украину. Как красивые витрины прикрывают серые контрабандные схемы? Смотрите только в секретных материалах. Это трасса Киев-Одесса. Сегодня, несмотря на финансовый кризис, она забита грузовым транспортом. В обе стороны курсируют груженные фуры с топливом. Одни едут загружаться в Одесскую область, другие везут топливо на украинские нефтебазы. Одесская, Николаевская и Херсонская области – это метка украинской контрабанды. Здесь десяток морских портов, которые есть основными воротами для контрабандных грузов в нашу страну. Южные границы Украины уже давно поделены на сферы влияния. Тут сосредоточены интересы Рината Ахметова, Вадима Новинского и около десятка полулегальных офшорных компаний, которые в разное время помогали зарабатывать килограммы денег семейным младоолигархам. А сегодня поправляют финансовое здоровье адептам новой власти. Пресса уже много лет подряд публикует журналистские материалы про злоупотребление в этих местах. Я говорю, что да, через южные порты, других у нас просто нет, вот через юг у нас заходила и заходит контрабанда. Да, это факт. Порты Килия, Южный, Рени и Одесский морской порт уже давно стали героями статей и журналистских расследований. Такие схемы невозможны без участия таможенных, чиновников, пограничных чиновников и, конечно, крышевания на уровне Киева, на уровне правительства. Эти машины будут сопровождать нас до самого порта Южный. Количество бензовозов в этих местах увеличивается по мере приближения к самому порту. Мы вышли на местную самооборону. Они сумели воспользоваться постмайданной неразбрихой и зафиксировать нарушения в портах Одесской области. Сегодня мы отправимся в порт Южный и Очаков, для того, чтобы показать вам, что творится в этих предприятиях сегодня. Они были первыми, кто сковырнул многолетнее спокойствие здешних мест. В послемайданный период самооборона расставляла блокпосты вблизи портов, откуда фиксировала все перемещения грузов. Сегодня эта информация – единственная доказательная база против контрабандистов с юга. Нас зацикавила незаконна перевалка нафтопродуктов, в частности, нафты, бензину и соляры. По факту было дореєстровано, что заходит тысячу, например, тонн, а на выходе из порта получалось, что десять тысяч тонн. Задача была в том, чтобы контролировать машины и вести подрахунок, сколько выходит из порта автомобилей с контрабандными пальнями, и куда они направляются. Эта схема на профессиональном языке называется «оборванный транзит». Ее первооткрывателем стал харьковский кошелек семьи Сергей Курченко. Если коротко, то груженый топливом корабль швартуется в украинском порту для того, чтобы разгрузить несколько тысяч литров горючего. Основная часть груза якобы предназначена для транзита в другие страны. Но по факту разгружаются десятки тысяч литров. Корабль отправляется по своим делам, а нерастаможенное топливо развозят бензовозы по нефтебазам. Однако после Майдана бензовозы Сергея Курченко больше не появлялись в этих местах. А вот идея Сергея Витальевича, похоже, пришлась по вкусу и его оппоненту. Насколько мне не видимо, это компания Ира Ермеева «Лок». Ну, в крайнем мире автомобили с таким маркованием мы наблюдали. Параллельно с Игорем Мироновичем эту же схему распробовала российская компания, возглавляемая бывшим начальником налоговой инспекции одного из округов Якутии «Трансбункер», которая на удивление уверенно чувствовала себя в Украине и помимо этого случая успела вляпаться в серию земельных скандалов в Одессе и области. Компания «Трансбуктер» была здесь на выемке документов и сейчас приходит проверка деятельности этой компании. Если вы уже успели испортить себе настроение, переслушивая негативные отзывы о нашей экономике, то спешим вас обрадовать. В Украине все нормально. В порту продолжает разгружаться топливо, а по левую руку от нас идут составы, груженные углем с маркировкой «Юнисон Групп». Компании, где директором числился Антон Клименко, брат главного фискала семьи Александра. Эти составы Одесская железная дорога приобрела в 2013 году, взяв кредит в банке того же Клименко. Вагоны, как вы видите, делают свое дело и сегодня. Конечный пункт назначения указан на бортах вагонов. Станция «Донецк дом». По хорошей погоде и плохим дорогам мы отправляемся в вотчину олигарха новинского порта Чаков. Этот порт знаменит тем, что умудрился войти в пул портов контрабандистов нефти, не имея даже разрешения на работу с топливо-смазочными материалами. В отличие от государственного порта Южный, где присутствие журналистов не отметил никто из служащих, собственность смарт-холдинга нам запретили снимать местные охранники, обещая зачем-то вызвать наряд пограничников. Я вам не разрешал меня снимать. Ну, как бы вы запрещаете нам вообще снимать. Я и вам не запрещаю, я вас прошу. Впрочем, до пограничников тут рукой подать. Стражи границ расположились в считанных метрах от частного порта и могли наблюдать за съемкой в окна своих кабинетов. Близко месяца ввел безпосередние спосережения на блокпосту и мы побачили, как с этого порта вывозятся паломно-массильные материалы. И не имеет этот порт никаких дозволов на перевалку паломно-массильных материалов. Как вы сами видите, тут не оборудовано ни какими мерами безопасности. Нема никаких пожарных засобов для гасения. И, ну, не оборудовано. На территории порта, который рассчитан на работу с сухими грузами, велась достаточно бойкая торговля нефтепродуктами. Фотографии незаконной перевалки горючего облетели многие средства массовой информации. Впрочем, субъекту холдинга народного депутата Новинского такое положение вещей не помешало около месяца вести активную торговлю нефтепродуктами под носом у местной самообороны и по соседству с пограничной частью. Заходить танкер великий в нейтральні води. До того танкера підпливають ось такі маленькі баржі, які перекачують паливо безпосередньо собі на борт. Потім відключається все навіаційне оборудовання, і ця баржа заходить в порт, і вже з цієї баржи безпосередньо заправляють в нафтовози. Наразі ця баржа була близько місяця назад заарештована, але вже з заарештованої баржі бувся фіксований вихід двох бензовозів, але з фіскальною службою вони були заарештовані певно ті назад. Помімо цих міст, периферія Одесської, Херсонської і Николаївської областей хранить велике множество міст, де до сих пор можуть працювати подобні схеми. Рені, Кілія, і Миколаївська область, порт Учаків і порт Скадовська. Регулярно в морських портах України вспыхивають скандалы, зв'язані з коррупцією і контрабандою. Потерявши інстинкт самосохранення, контрабандисты тяжело отходят від сытих времен легітимного і продовжають пользовати проверенні схеми, не придумывая нічого нового, щоб замылить глаза общественності і журналистам. Тут действують стандартна схема роботи. В нейтральные води заходить танкер с топливом. Затем баржи на суше получають сигнал відпорта, который готов дать зелёный свет на разгрузку танкера. Баржи отключаются від системи навікації і разгружають танкер с топливом. На суше і ждуть фуры, які розвозят нефтепродукты конечному потребителю. Тесна дружба організаторів схеми пограничників позволяє не замечати гружённые баржи. А містні фискалі не можуть контролювати навіть арестовані суда, не говоря уже о тех, хто регулярно виходить в полі. Недавно американські учёні опубліковали очередной очень интересный доклад. І він доказыває, що чем дороже стоїть кокаїн, тим менше в нём самого кокаїна. Всё просто, ведь чем дороже товар, тем выгодні продавцю його бодяжити. В Україні эту схему использують не наркобарони, а нефтеторговці. После подорожання бензина особенно ушлі бизнесмени стали тоннами завозить так называемые присадки, добавление которых в горючую жижу превращает её на бумагах уже в бензин 95 и даже 95 супер. Если помните, то грандиозний пожар на нефтебазі БРСМ произошёл именно из-за смешивания бодяги. І, кажется, ми нашли ещё одну нефтебазу, на которой гонят контрафактный бензин. Хотите знать, где рванёт завтра і у кого точно не стоит покупать топливо, тогда смотрите далее. До 40% продаваємого в Україні топлива либо контрабанда, либо суррогат. Это факт. На контрабандных и бодяжных деньгах строились бизнес-империи и сколачивались целые состояния. Во времена Януковича в многомиллиардной контрабанде и бодяжничестве обвиняли Курченко и Ставицкого. Сегодня у этих схем новые лідеры. ВООО надзвичайно повязаный. Вони працюють по единым схемам. Якщо вони працюють по единым схемам, фактично вони між собою розділилися нелегальний рынок. Несмотря на бігство главных топливных махинаторов України, количество бодяги на заправках только растёт. Я уверен, что на сегодня, особенно в этом году, нелегальное производство станет крупнейшим источником поставок бензина на рынок Украины. Так кому же выгодно сжигать наши моторы за наши же деньги? Кто поднял знамя главаря бензиновых с кем Сергея Курченко? И будут ли дальше взрываться нефтебазы, разливающие бодягу? Смотрите прямо сейчас. Цена на топливо держится на рекордной отметке. И государство хорошо имеет с каждого дорогого литра. За последние два года они выросли в трое. И на сегодняшний день они составляют порядка 40% в цене топлива. До 10 гривен на литре. Именно столько могут зарабатывать продавцы контрафакта и бодяги, если смогут не платить в бюджет. Сверхприбыль на одном литре с бодяжиного топлива может составлять 6-7 гривен. Естественно, что тонна 6-7 тысяч и ради этого предприниматели готовы идти на все. Попытки смешать газоконденсат и присадки, чтобы произвести в кустарных условиях горючую смесь под бренда БРСМ уже привела к катастрофе. Нефтебазу дельцы использовали как площадку для производства контрафактного бензина. На данном базе компании БРСМ под Васильковым бодяжили топливо и во время этого процесса произошло возгорание. Как выяснило следствие, нелегальный НПЗ по производству контрафактного топлива в Василькове работал благодаря масштабным взяткам. Этих денег хватает на все. Коррумпировать и милицию, и СБУ, и налоговиков, и всех подряд. Поэтому это очень доходное дело. Деньги закрывали проверяющим глаза на явные нарушения. Вот справка о поставках на эту нефтебазу. Тысячи тонн компонентов, присадки, реактивное топливо и спирты. При этом условий для смешивания их с газоконденсатом или низкооктановым бензином на нефтебазе не было. Чем закончилась эта история, мы знаем. Трагедией. В результате погибло 5 человек. Секретные материалы предупреждают, новая трагедия может разыграться уже в Мироновке. Местная нефтебаза в 2012 и 2013 году использовалась фирмами Курченко. В частности, компанией ГАЗ Украина 2020. Сегодня, по нашей информации, используются компанией ВОК. Довидка по залезничных станциях. Есть большие нафтебазы, біля нафтебазы есть залезничные станции, и четко можно прослиткувать, за какой бензин, сколько у нас завозится. Например, что интересно, это станция Мироновка. Вот объем, который завозился на Мироновку. А теперь, что интересно, что юридические фигуруют, как получающие ресурсы из Мироновки. Тут иди Бог. Выключено ВОК. Почему это цикало? Потому что, это нафтебаза в Мироновке, это была нафтебаза Курченко. Теперь это нафтебаза Геремеева. Это видно, как они раньше работали. Потому что, фактически, он стал спадкоемцем. В 2015 году на Мироновскую нефтебазу поставлялись те же самые компоненты, которые в итоге стали причиной взрыва на БРСМ. Главное управление Фискальной службы Украины в апреле 2015 года накрыло эту базу за производство фальсификата. Но, видимо, аргументы нефтяников смогли переубедить фискалов. База работает и по сей день. Как мы увидели, база прекрасно функционирует. Принимает цистерны и отгружает топливо. Мы решили пообщаться с руководством этой нефтебазы и выяснить, в каких целях они закупают компоненты топлива и куда такое топливо поставляется. А главное, кто заказчик этих махинаций. Но руководство базы так испугалось прессы, что не только не пустило журналистов на порог. Имя Николаевна. А его нормально. Вы нам сказали, что есть. С нами через стекло так и будете, разговаривали? Ну, даже вызвало милицию, чтобы нас задержать. Добрый день. Добрый день. Вы телеканал 111? Да. А есть у вас священник? Да. Что вызвало вас за замене? Вы проводили съемки для железнистей для нефтебазы. Это стратегический объект. А как вы выявили, что мы находимся на самом деле? Самый просто мы поняли, что это так делать. Они просто снимают сюжет в полотенце и нефтебазе. Наверное. Так что люди ничего не робят незаконного. Ну, а кто? Да. Не, не, не. Ну, видно, что в Киеве. Кого так испугала съемочная группа? Наши источники утверждают, что на Мироновской нефтебазе хранятся нефтепродукты группы компании ВОК Игоря Мироновича Еремеева. Мы направили запрос компании ВОК с просьбой подтвердить или опровергнуть эти слухи. Мы спросили, правда ли, что поставляем и на Мироновскую нефтебазу компоненты заказаны ВОК? В каких целях ВОК закупают необходимый для производства контрафактного топлива газовый конденсат, если компания утверждает, что не торгуют бодягой? Для чего им присадки и компоненты для повышения октанового числа бензина в таких больших объемах? И занимаются ли они собственным производством топлива на своих нефтебазах из этих компонентов? На наш запрос ВОК оперативно ответил, что к этой нефтебазе и к указанным выше компонентам для производства топлива компания не имеет никакого отношения. Но главные вопросы остались без ответа. Основным компонентом для производства суррогатного топлива является газовый конденсат. Газовый конденсат – смесь, которая выделяется из природных газов в процессе их добычи. Газовый конденсат используется для переработки в бензин с октановым числом около 65, а при добавлении определенных присадок и компонентов топлива из него можно получить 80-й, 92-й и даже 95-й бензин. Привлекательность газового конденсата для бодяжников объясняется тем, что он является неподакцизным товаром. При его покупке не нужно платить акциз в размере 200 евро с тонны, как в случае покупки готового бензина. объем 2014 года утерянных налогов с нефтепродуктов, а именно с бензина, составляет порядка 10 миллиардов гривен. В этом году эта цифра будет выше в несколько раз. Путем добавления в газовый конденсат набора химических компонентов. Кстати, цена за 1 литр такого полуфабриката около 10 гривен. Можно получить бензин любой нужной марки. Монополистом добычи газа и газового конденсата является компания Укргаздобыча. Интересный факт, что на протяжении 2014 и 2015 года крупнейшим покупателем газового конденсата Укргаздобычи стали предприятия, связанные с группой компании ВОГ депутата Игоря Еремеева. Подконтрольные ВОГу компании ТОФ ВОГ Трейдинг, МПП Фион, ТОФ Клевер ПМ, ТОФ Дон Рива за этот период приобрели 68 тысяч тонн газового конденсата на сумму полмиллиарда гривен. 90% этого объема закупила МПП Фион, а именно 63 тысячи тонн. Также МПП Фион закупила у БРСМ ТОФ Элемент Оил 7890 тонн технического метанола, который также используется для производства спиртовых бензинов. Важно, что из 62 720 тонн конденсата МПП Фион продала дальше только 29 тысяч тонн. Куда делись и во что превратились остальные 34 тысячи тонн, из которых можно сделать 34 миллиона литров контрафактного бензина, остается только гадать. Объемы продаж топлива в Украине намного превышают объемы его легального импорта. Высокие топливные акцизы и отсутствие государственной системы контроля за качеством топлива делают производство контрафактного топлива поистине золотой жилой. Именно поэтому процветает нелегальный ввоз топлива. Главная схема поставок контрабандного топлива в Украину это так называемый оборванный транзит. Одна из компаний завезла это топливо потом каким-то образом его как бы оприходовала как бы да продала на рынке а компания исчезла и компания нет и никому нет вопроса. Например заходящий в порт Украины танкер завозит на своем борту 20 тысяч тонн топлива из которых в Украину всего 500 тонн. С этих 500 тонн и оплачивается акциз в бюджет в размере 200 евро за тонну. Остальные 19,5 тысяч тонн сливаются без документов и без уплаты акциза и сборов. Приходит корабель в порт в порт он должен проходить митные контроли и ему надо платить за импорт паливных материалов. Все это митная территория это порт и всему порту раптом перекинут трубопровод за территорию этого порта. От корабель он подходит до причав подключается труба с другой стороны подходят бензовозы заливают бензин и поехали. То есть никакого акциза. Придуманная Курченком схема легализации контрабандного топлива жива до сих пор. Живы даже некоторые его компании. Одними из фирм используемых нефтяным комбинатором Курченка для легализации контрабандного топлива являются компании ГАЗ Украина 2020 и ГАЗ Украина 2009. Осенью прошлого года эти компании являлись поставщиками топлива как для ВОК, так и для компании БРСМ. Насколько мне не не знали, это компания Ира Ермеева ВОК. Ну, в крайнем мере автомобили с таким маркованием мы наблюдали. В конце октября 2014 года государственной фискальной службой в отношении ГАЗ Украина 2020 и ГАЗ Украина 2009 были открыты уголовные производства. Секретные материалы продолжают следить за любителями бензиновых схем. И в нашей следующей программе мы обязательно расскажем, кому все-таки принадлежит Мироновская нефтебаза, зачем ВОК покупает столько газового конденсата и на каких еще заправках не следует покупать бензин. Заправки БРСМ в последнее время стали чуть ли не самыми узнаваемыми в стране. Элементы славы это взрыв Василькови и бодяжный бензин, который стал причиной этого взрыва. Но несмотря на десятки людских жертв и тысячи погибших благодаря топливу БРСМ в автомобилях, компания продолжает работать. Кто помогает скандальным заправкам зарабатывать деньги, обманывая украинцев. Смотрите в секретных материалах. Их первый звоночек прозвучал в конце апреля прошлого года. Трагедия на Киевщине. На трассе біля Переясла Хмельницького выбухнула автомобильна заправка. Сталося о 8 ранку. Тогда воздух взлетел. Целый автозаправочный комплекс. А под завалами погибло 5 человек. Она взагалі просто поднялась так на моих очах впала, склалась и все задымилось и загорело. Взрыв був внизу. Подняло просто внизу навіть асфальт поднялся. Но антракт был недолгим. Практически год спустя компания БРСМ напомнила себе катастрофой еще большего масштаба. Потужный выбух на автобазе под Киевом пролунав кілька хвилин тому. З місця текают медики, журналісти и навіть рятувальники. На не знала подобного взрыва заправочных станций. Взрыв пытались представить как производственный инцидент. Но у правоохранительных органов есть другая версия. Одна из версий, которая рассматривается следствием ВВД пожара, это то, что на данном базе компании БРСМ под Васильковым бодяжили топливо и во время этого процесса произошло возгорание. Это ни для кого давно не секрет. И нефтебазы БРСМ как в Василькове, так и в Переяслов- Мельницком давно являются центрами производства бодяжного бензина в таких промышленных объемах. Об этом говорит статистика железнодорожных перевозок и номенклатура грузов, которую получает БРСМ. Давайте посмотрим, что привозит БРСМ к себе на базу. В этом году за 4 месяца 2015 года компания импортировала только бензин А-92. Вопрос, а что в таком случае продают они на своих заправках под вывеской бензин А-95. А продают по всей видимости бодягу, которая уносит жизни людей и ломает автомобили. При поддержке отдельных представителей органов государственной власти и силовых структур осуществлялось систематическое незаконное изготовление подакцизных бензинов марок А-95 и А-95Е путем смешивания бензина А-92 с различными присадками из недоброкачественного сырья, представляющими угрозу для жизни людей. Вредоносные присадки становятся причиной поломок, которые могут привести не только к убыткам владельцев, но и к ДТП. По данным экспертов, 30% топлива БРСМ – контрафакт, сбыт которого приносит сверхприбыль компании и ни копейки не приносит госбюджету Они на этом левом топливе заработали под 700 миллионов гривен за последние два года Так почему же, несмотря на подобные факты, компания БРСМ до сих пор работает? Все знают, что есть проблема, но просто, на мой взгляд, масштаб этих средств теневых, которые там крутятся, они позволяли этой компании просто делать так, чтобы чиновники либо не замечали, либо интересовались другими вопросами Эксперты утверждают, у компании очень серьезная крыша во власти Во времена Януковича рынок нефтяной был основным отдан на откуп Курченко, который, работая под крышей Артема Пшонки, вместе с своими партнерами типа Арбузова, Клименко, старался забрать основной кусок пирога топливного рынка Украины Во времена Януковича этой крышей был Ставицкий, министр топлива и энергетики Однако были и другие игроки, одним из таких игроков был бывший министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий Сейчас причастным к крышеванию компании БРСМ называют народного депутата Онищенко, а также высокие чины из генпрокуратуры Были начаты ряд процессуальных действий, в том числе получено разрешение на обыск Однако в середине ноября прошлого года одним рощерком пера прокуратура закрыла данное дело По данным наших источников, именно по средничеству Онищенко и компании Украина-2020 беглого Сергея Курченко компания БРСМ осуществляла и осуществляет поставки топлива сомнительного происхождения Они работают по единым схемам, если они работают по единым схемам, фактически они между собой разделили этот нелегальный рынок Они партнеры на легальном рынке и, конечно, один одного поддерживают Потому что, когда этот нелегальный рынок закрылся, тратят они в двух На сегодняшний день следствие по делу компании БРСМ продолжается И уже находятся те, кто расчерком чиновничьего пера готов превратить уголовное дело в собственную прибыль Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко видит в истории с БРСМ еще одного участника Экс-заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко Мы готовы разом с Министерством научных справ четко расследовать, как заступник генерального прокурора Зупинив расследование милиции, как он стал поспив властником такой нафтобазы Хотя сейчас всплывают и другие прокурорские фамилии Заместитель генпрокурора Владимир Гузарь написал письмо на имя замминистра МВД Василя Паскаля С требованием прекратить расследование по делу БРСМ Секретные материалы будут надеяться, что внутренняя борьба в стенах генпрокуратуры против коррупции Позволит назвать фамилии тех, кто по-настоящему крышует БРСМ И остановить продажу украинцев некачественного топлива Безлюдные пляжи и отчаявшиеся владельцы мини-гостиниц Те, кто еще вчера поддерживал ДНР и ЛНР, сегодня проклинают боевиков, на чем свет стоит Не приехали отдыхающие Курортные поселки вдоль Азовского побережья превратились в зону отчуждения Куда пускают лишь по местной прописке Из этой почти буферной территории, которая раньше была раем для пляжников Вернулись наши журналисты Море, солнце и ни души вокруг Кого заинтересовало, путевки выдает военкомат Еще год назад на этих пляжах вдоль Азовского побережья отдыхали тысячи туристов А зажиточные бизнесмены именно здесь любили иметь загородные домики Свежий воздух, чистое море и подали от выбросов мариупольских заводов Сегодня же пансионаты на набережной стоят как призраки, а ухоженные дома разбиты минами Сразу за Мариуполем начинается своеобразная серая зона Куда пускают лишь по местной прописке Курортные поселки вдоль Азовского побережья превратились в зону отчуждения Вот растяжки стоят, вот растяжки, а дальше мины идут, противотанков Подходить к морю местные боятся А до моря тоже там и на минах люди подрываются Был эти выпадки? Да, на песчаном острове там И в виноградном тоже рыбак подервался На пустынных пляжах можно встретить лишь военных Сюда редко приезжают автобусы И лучше всегда иметь при себе паспорт Село Бердянское последнее на подконтрольной Киевой территории, где живут люди Сразу за поселком начинается нуль Именно так военные называют линию фронта Дальше только разбитые в дребезги Широкино Там не осталось ни одного мирного жителя Лишь бойцы, которые держат оборону Жители Бердянского опасаются, что их поселок повторит тот же путь Выселили специально, разграбили, разбомбили Отсюда открывается прекрасный вид на море Около дома растут цветы, ухоженные грядки И греется на солнце кот Казалось бы, у Евдокии Николаевны обычное лето Да вот только вместо фруктов и ягод она каждое утро собирает осколки Ничего не хочем, не хочем, миру хочем Хай бы они все разъезжалися отсюда Они нужны, они нам, не те, не те Никто нам не нужен, нам надо мир Вместо сбежавших от войны соседей Разговаривает с домашними питомцами Четыре котика, собачка Вот хоть с кем побалакать есть, позбегаются утром И чтобы отвлечься от жестокой реальности Суетиться в огороде А все, потеряли смысл жить Не посадить, я посадила, поливать ничего Я привезу он снизу, нам опять сяду в воду А что ж я полью? Грядочку, вон помидор Еще прошлым летом набережная была забита отдыхающими Сегодня же базы отдыха вдоль побережья пустуют Здесь торговали, вот открытие было сюда Вот это приведение было Все, что надо, заказали пиццу там А сейчас мертвое все А о былой приморской жизни напоминает лишь свалки мусора на пляже И рыбацкие лодки на берегу До войны почти все село жило с моря А тут рыба ех Потому что если стреляют, б***ь, она бедно потекала Т***я куда? Осталось все Осталось Бесмысленная война Это были секретные материалы Свои истории присылайте нам на почту Секретни Укрнет Увидимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин